Чего ждут от двадцатки наши дипломаты? Тема разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он сегодня гость подробностей недели. За это вам, Павел, большое спасибо. Здравствуйте. Павел, Украина пока не участвует в подобного рода саммитах, как G20. Все по переду. Все по переду, сподеваюсь. Но может ли Украина на сегодняшний день сделать так, чтобы украинский вопрос не обсуждался без Украины? Чтобы за спиной не решали нашу судьбу? Безумовно. Ну, насправді, так и происходит. Вы сегодня говорили про саммит. И это действительно интересная разговора. Но для журналистов саммит, это, наверное, один день. Это заяви, это пресс-конференция. Для меня саммит, это несколько месяцев подготовки. И потом несколько месяцев того, каким образом отработаются решения. То, что президент Украины уже встретился с президентом Франции, буквально этого неделя, с президентом США, с канцлером Немеччины, это также элементы подготовки этой дискуссии. И желание, желание действительно отримать новую динамику. И вы слышали, Настей Макрона, который начинал с того, что познущался реально над Россией, который хочет забрать не только свою, но и какую-то чужую европейскую историю. Это очень важный показатель. Сколько бы я не говорил тут про какие-то политические речи, вот это на самом деле и есть реальная характеристика. Павел, но о том, что вы готовиться и готовить мероприятие и решение важное для Украины умеете, я знаю хотя бы, и знают наши зрители хотя бы, потому что, в общем-то, мы видели уже встречи Трампа с Порошенко, с Макроном, о которых вы сказали. Мы помним о безвизе. Его вы тоже готовили очень долго. Покажите нам теперь, как вы умеете строить прогнозы. Чего вы ждете? Саммит G20 будет очень важным. Там будет и встреча Трампа с Путиным. Там есть возможность для переговоров Путина и с Меркель, и с новым президентом Франции Макроном. Каких новостей после всего этого, скорее всего, ждать Украине? Давайте скажу, напевно, очень честно. Не ждите новин именно в тот день. Оскольки решения саммита будут отработаться, как я сказал, потом несколько недель. И обратите внимание, вот с дня саммита у нас будет майже беспоревно Генсек ООН, Генсек НАТО, Державный секретарь Сполученных Штатов, саммит Украины и ЕС. Такой активности, на самом деле, особенно для липня, много кто не помнит. И вот самое подчас этих встреч с руководством Украины и будет визначаться и динамика, и то, что будет делать дальше. Ну хорошо, подождем. Много в последнее время говорилось о встрече в нормандском формате, который многие ждут. Как вы можете это прокомментировать? Когда ждать встречи лидеров стран нормандской четверки? Давайте начнемо с реальной подготовки. Мы только что говорили про подготовку. Я вважаю, что сначала лидеры должны поговорить телефоном и объяснить, какие результаты могут и должны быть пригодятся на будущую встречу. Просто собираться и про что-то говорить, так оно за визначенным не работает. Для нас очень важны два ключевых размера. Это реальная безопасность. То, что сейчас происходит, только что показывали. Ну, какое это прекращение огня? Хлебное или не хлебное? И мы прекрасно понимаем, что от кого ожидать и кому можно доверять. И второе, это освобождение. Это освобождение реально за руководством и политических вязаний. Если по этих двух направлениям сможем просунуть, тогда мы будем готовить встречу. И я очень надеюсь, что все остальные контакты, про которые я скажу, те, что будут наступного тижня, через наступного тижня, должны дать нам действительно новые динамики. Певные детали сейчас раскрывать не буду. Запросите меня наступного раза после этих двух тишин. С удовольствием приглашу. Главное, чтобы было что рассказать. Действительно, по вашему ощущению, какое может быть влияние Трампа на приближение мира на востоке Украины? Американский президент, по-вашему, реально заинтересован в прекращении огня? Безусловно. Если хотите, это мое личное впечатление. Оскільки у меня была короткая встреча с Трампом, потом я брал участие в встрече президента Украины с Дональдом Трампом. Он очень четко ставил вопросы. И из его вопросов, из его фраз, из его оценок было четко понимать, что для него вопроса Украины и вопроса мира в Украине, вопроса того, чтобы именно Россия пошла в Украину, и российская агрессия закончилась, является надзвичайно важным. Это не просто вопрос в его порядке в день. Это одно из основных вопросов. Павел, вот если говорить об этих поставках огня из США, договоренности, о которых была достигнута еще во время визита Петра Порошенко, скажите, на сегодняшний день документы уже подписаны, когда первые партии американского огня будут уже в Украине? Во-первых, процесс переговоров продолжается. Важно, что мы сможем закупить не в России и не закупенных территорий то, что нам нужно, а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно очень конкурентными. И я вважаю, что купить вугилье, которое нам так потребно от друзей, лучше, чем купить от кого-то другого, даже на световом рынке. Но при этом желательно еще не в три дорога покупать. Я же сказал, что только цены, которые есть конкурентно с промышлением, это цены вольного рынка. И сейчас вы же знаете, что Трамп только вчера сказал про энергетическую революцию. И именно вугилье будет одним из ключевых элементов этой энергетической революции. До речи, и нам важно, чтобы у нас вугилье, оно не просто спаливалось, а застосовывалось технологии, энергосберегающие технологии, которые работали. И в том тоже будем работать с нашими американскими друзьями и партнерами. Но не перспективу, мы можем понять. Не забудьте, кстати, пусть и технологиями с нами заодно поделятся. Спасибо вам. В наше время уже стекло. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, был гостем подробностей недели. И напоминаю, вы обещали прийти прокомментировать. Дякую, это наступает. До встречи.